Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои самые прекрасные зрители. Я продолжаю рассказывать о 45-м антикварном маркете Блашинка в Замоскворечье. А это схема, по которой вы можете пройти от метро Новокузнецка до торгового центра Аркадия. А вот рядом расположен Блашинный рынок. Это чай, трав подсадить, горошек достать, вишенку, оливочку, что хотите из банки. Все, что стекает. Это царского времени серебро. У меня советского времени только вот там три предмета внизу. А остальное всего лишь три предмета. Слушайте, какая прелесть. Это помадница. А, помадница? Просто уже для коллекционирования туалетный столик, просто для прикола поздно. Ничего, очень красиво. Помаду можно туда вставить. И опять для девочек. Девочки брошат, я тебя обожаю. Ой, какие рюмочки брошечные, прям прелестные. Это 19-го века коллекционировали. Отдаложные многие. А правда? Как из такой ликерочки-то приятного. Подтягиваем. Давайте сейчас что я возьму. Да? Ой, какая прелесть. А это чье? Это гардный. А? Гардный. Гардный. Это женщина по интернету. Интересно. Так, наверное, я возьму. Я видела. Таким, со сколом. А вот смотрите, даже пуговицы можно. Разные. Вот они, вот, вот, раз, два. Да, это же ты сходы отняла. Ты чашки не хочешь. А там только салфетка. Да, салфетка. Возьму. Сейчас я просто чула. Вот так на свет смотрит. Сразу будет видно, что трещина. Поздравляю, отличная пара. Великолепно. Ой, как же все. Скажите, это чей? Вот это. Что чей? Английский. Английский. Ну, это современный кто-то художник. Ну, конечно. Известный, да? Ну, в Англии, конечно. Я же с выставки ювелирной покупала. Ага. Вот смотрите, у меня обычно красная становится через пять минут. Ничего нет. Я тоже аллергик, кстати. Ну, мне очень понравилось. Шикарно. А все-таки давайте примерим на меня. Извините. Да, мы здесь до вас были. Он на мне тоже застегнулся нормально. Да, нет? Конечно, хорошо. Он на мне застегнулся. Чего-нибудь. Обалдеть, как мне нравится. Спасибо. Спасибо. Я сейчас буду думать, но, наверное, возьму. Чего-то вообще прямо. Вот я люблю все тут необыкновенно. Мне даже не столько старины волнует, сколько... Да. Вот. А вы что, одна родились? Хочешь им помнить? Да? Конечно. Я тоже так же. Скажите, а вот такие шкатулочки вот с мишкой... Сколько такие? А они завис... А если это кула-занет, у нас с мишкой, она пищит клести. Не, не хочу. А вот такая вот шкатулочка. А-а-а. Меня потрясла вот эта большое, большое, большое. Ну, вот здесь тарелочки. Я думаю, немецкие или чешские. А вот сейчас посмотрим. Она подписная, и у нас аккуратно на эту патину, как с колом. Английские, кстати. А-а-а. Английские. А вообще так похоже, да? И с фруктами. Вот люблю с фруктами. Обожаю. Представляете, какие здесь малышки? Это как-то у вас в солдатку, Александр. Таблетки. 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 Да, да, да. Да. А вот здесь тоже столько камей. Это немецкие коровки? Нет, там все месанки. А, нет. Это какие-то годы? 60-е годы. 60-е, 80-е годы. Это от чего? Не знаю. А от чего у вас эта штучка лежит? А, это от... А, это вот от этой, от брошки, которая вот тут лежит. Чтобы вы не потеряли просто. Да, да, да. Она вот от этого наборчику. Ария. Откуда это? Ой, какая прелесть. Слушайте, ну это что-то прям знакомое. Это не Лали? Это не Лали, вот и я тоже могу. А скажите, это кто у вас? Это, это парфюм, у меня вот есть и финал. А. Ну это не Лалик? Нет, у меня, у меня есть Лалик. У меня, у меня есть Лалик. Вот это Сабино. Ага. Вот это дом. Ой, какой листик, смотрите. Ага, великолепие. Ой, какая прелесть, смотрите, какая прелесть. И вот такие пробочки на бутылочке, сколько у вас? А, они по... Слушайте, ну это вот вообще, да? Ага. Вот они как стали, после Лалик вот вел это, и теперь они стали потрясающие вещи делать. Она подпесная, а прочест не могу. Вот эта штука мне нравится тоже. У меня за последние лет, в мусорке ловится. Вот это одинаковое, но разного цвета, с подставочками. Ну это менее интересно. Ну они будут, да, и вот как бы грубоватые. Да. Не смахнуть мне ничего. Нет. У меня так цена самая нечая. Да, она боится. Я же не знаю. Так, это все я больше не хочу смотреть. Пойдем дальше. А вот, смотрите, это тоже это, кстати, стекло. Да, урановое. Да. А это не уран? Это уран. Урановое стекло. То есть я права была. Абсолютно. Спасибо. Сколько эта вазочка? Это? Это крепится. Да, для истории. Слушайте, ну тоже недорого. У меня все недорого. У меня вот эти отразки. У меня цена отъехала. Не, ну просто ставить не хочу. А вот одеть, хотя тоже некуда. Ну очень красивая. Да. Я не знаю. Вот ходишь и смучишься, потому что... Ой. А скажите, это у вас Чехия или Австрия? Здесь Чехословакия, Германия и Англия. Англия даже. Англия, покажите. Как раз вот это Англия. А-а-а. Какая красота. А вот это вот рядом. Вот это вот. Это Чехословакия. Чехословакия тоже такая просто потрясающая красота. Ну уж не будем говорить, что камни у них, конечно, обалденные. Вся Европа покупала и делала потом свои украшения. Ну, ой. Я считаю, они сами великолепны. Я в урановом стекле, кстати. Смотрите, какая коллекция. Ой, смотрите, сколько уранового стекла у вас. Это урановый вид, да? Урановый, да. Я вот это включу. Ой, слушайте, какая прелесть. Я только что фильм делала про это. И вот эта ваза тоже? Да. Ой, слушайте. Вот Гурченко-то. Она бы у вас была бы жива. Все, наверное, скупила бы. А вот это мне очень нравится. Еще открыточки. Память о прошлом, да? Посмотрите. А почему у вас такая прелесть? Эти по сто. По сто. Выбрать, что ли, что-нибудь себе тоже. Просто мечтала. Прелесть, прелесть, прелесть. Ходим на второй этаж. Да, здорово. Какие здесь вещи интересные. Ну, я запал вот на эти брошки. Они очень дорогие. Вот это английская сколько? Английская дорогая. Да, это самая дорогая брошка. И с тех, которые у меня есть здесь. А, вот цены есть, кстати, у вас, по-моему, да? Если вам скажут все. Это девять с половиной тысяч. Понятно. Остальные все дешевле. Ну, она, конечно, супер. Ой, какая красота. Не знаю, кому не подойдет, что какие-то коллекционные прям вещи великолепные. Как-то вы собрались просто потрясающие люди. Замечательно, когда есть еще, чтобы выбирать. Да. А скажите, а флипсики у вас есть? Да. Так, давайте поменяемся. Это текстильчик. да встретила свою старую знакомую которой я купила кольцо и вообще не только кольцо не могу прям отойти отсюда тоже и очка тоже не может отойти ну вот лузу ручная работа скань зернение афганистан оригинал с конец двадцатого века но честно говоря я думала что вставка это лазурит но после того как под лучами ультрафиолетовыми он стал розовый уже стала сомневаться то ли это эмаль то ли какие-то смолы ну вот кстати мне сказали что в этих лепестках цветочках была когда-то эмаль может быть и это эмаль вот это кольцо я здесь купила и пришла вот показать что я его нашу тибетская бирюза скань зернение серебро ручная работа думаю покажу что я его нашу да у меня сейчас смотрите мне сейчас тибет прибавился а я вот в эту прям влюбилась у меня вчера приходили я дешево 4000 серебре считаю нормально это очень хорошо я вам скажу при наших арендах тем более что мне она и но я стараюсь чтобы человек а вот скажите вот это вот прелесть зеленая с коричневым это у нас копал это у нас копал тибетский коммерчес мало акации янтарь а что она зеленая бывает это стекло бутылочное а вот это я знаю а вот это вот да вот я это тибет старенькая стекла где-то может 16 17 тоже тебе это прямо это все оттуда да вот это оригинал потому что вот это болгары у нас тоже болгары девятнадцатый лет болгары долго были почему просто не так не лезет ну узенько интересно но если вам это интересно у меня еще в коллекции есть а сколько такой браслет 12 вот дело в том что болгары 500 лет были под эсманской империи а до этого была византия в болгарии поэтому вот такое смешение культур потому что вот эти вот купольные вот эти вот царя сайт а это все такое красивое шикарная ракушка ракушка мира называется и в форме луницы сделано считается что вот именно из такой раковины зародилась вселенная вот в телевете и то же самое смотрите у меня конга тоже прекрасная колье с 22 нитей и тоже они сделаны из ракушки а это вот фотография у меня есть из каталога то есть 70 процентов моей коллекции по каталогам мировым смотрите ракушки ракушки иран лошадка китай гуанчжонь расскажите еще что прекрасное платье которого вы не видели на выставки это у нас казарцы хазарейцы их называют они высоко в горах в биндокуши живут вот у них светлые волосы у девушек голубые глаза и они считают что они потомки александра македонского поэтому у них совершенно другое одеяние другие амулеты и другую это как праздник наверное нет они каждый день такой девушек это у них повседневные такие вот амулеты витязь солярный знак солнце потом подвес а вот здесь у нас видите как фольга такая подложка зеркало да и вот считается что все вот и рукава и ноги считаю как они не работают что девушки практически не работают а скажите я забыла это гривна это у нас гривна не минер называется вторая такая гривна находится в музее востока у нас а вот так это у нас китай трехрядная гривна вот я вам тоже показываю по каталогу это у вас они все в одном варианте у вас все уникально они у нас и в одном варианте еще у меня прекрасные хазарейцы вот попали спарные идут с мурдаликом подвесы а вот это что это у нас торы и символ торы это западная сахара уже больше мужской символ если вы смотрели бен гур фильм там как раз вот использовался такой же амулет но это для мужчин да это мужской потому что мужчины одевали в синем одеянии то есть они специально красили ткани в синий цвет за счет камней вбивали синий цвет и одевали женщина даже не всегда видела лицо своего мужа но я кстати когда выложили у нас торы и западная сахара техника перегородчатой эмали и сколько она скачет на гривну можно на гривну на три с половиной слушайте шикарные вещи недорого три с половиной потому что вещи я сама старая вещь ну три с половиной будет допустим чисто серебро его переплавят кого не за золотом а что мы весь сохранилась и и вот именно очень красиво очень красиво а я помню вы когда видео смотрели вот я вам вы прям заинтересовались вот этим мне здесь прям что-то все я так и думала что вы придете красиво это редко вещи вы ни у кого не увидеть это правда и по таким ценам вот у нас мультанцы тоже уникальнейшая вещь пакистан мультанское кольцо конец девятнадцатого века начало двадцатого века в этой серии смотрите мультанцы у нас вот тоже кольцо тоже конец девятнадцатого начало двадцатого техника перегородчатой эмали нет ну вот это кольцо амультанцы и вам подошло обычно это такая сложность вот пуговицы видите это у нас солярный знак и чаша сделана виде бутуна водороса при расслужении привет вы только приехали да а мы здесь уже нет мы здесь давно уже но мы вот зависли вот прям начали а вот у нас член союз коллекционер я помню года три назад в центральном доме художника там была конференция и мы там заполняли бланки союз коллекционеров союз коллекционеров но рассылку они мне перестали посылать ну а не будет как человека ну сейчас вроде бы а я сейчас со союза художников декоративно я вот увидела первый раз вот эти вот не так вот трясло вот это конечно я бы купила это все да дорогие друзья прерваясь на полусловие дело в том что видео уже получилось длинным а более длинные у меня с трудом загружаются сегодня я с вами прощаюсь но скоро вы увидите продолжение я побывала и на другом блошином рынке но в общем вас впереди ждет очень много интересного до скорой встречи мои дорогие друзья берегите себя люблю вас пока пока пока